древние исторические корни науки о типах личности и современная соционика мир психологии как который мы знаем он сформировался сравнительно недавно это 18 19 20 21 век ну даже вот реально с 20 все началось и здесь ключевой личностью ключевой персоной от которой стартовала эта наука соционика это карл гюстав юнг его все слышали наслышанную именно у него впервые прозвучала классификация отделения типология человека на 8 типов личности но он подразумевал 16 то есть там как всегда в писаниях все неоднозначно но 8 он железобетонно выделил вот и это уже было это появилось сравнительно недавно сейчас вот соционике как мы ее уже знаем которую доработала а уж а у гости новичутая девушка из и еще нету 100 лет вот такая молодая соционика поэтому еще во многих даже не во многих а в принципе соционика еще не признана наукой официально то есть пока она как бы такая в стадии разработок наработок все центры типируют по-разному все еще не совсем однозначно поэтому молодая такая наука созревает скоро она может быть кому-то что-то докажет путем совместных усилий вот это то что есть вот по части соционики что очень здорово подкрепляет авторитет самой соционики так это отсылка к очень древним корням к текстам древним писанием в том числе ведическим писанием где типология была прослежена еще три тысячи лет назад пять тысяч лет назад в зависимости от того кто как датирует ведическую литературу и там эта типология представлена как деление общества на четыре сословия уверен все об этом знают это учителя руководители бизнесмены и рабочие на санскрите браманы кшатри и вайши и шудры сейчас в индии это выродилась в кастовую систему в чем отличие варны от касты отличие основное в том что варна это когда ты родился простите варна это когда ты родился с качествами учителя и поэтому ты учитель а кастовая система это когда ты родился у папы учителя и поэтому ты учитель но может быть ты по качествам бизнесмен при этом поэтому возникает конфликтные ситуации даже до сих пор где-то в уголках индии прослеживается ситуация когда людям не дают выйти из своего сословия, перейти в следующее, да, или не то, что перейти, а просто выбрать свое. Просто людям навязывается образ жизни, образ деятельности чей-то, папин, мамин, где родился, там и пригодился, невзирая на качество характера. Вот. И каким образом совпадают соционика и древняя ведическая варнашема? Именно вот этими четырьмя категориями. То есть, в соционике изначально есть деление на 4, тоже группа людей, там это называется квадры. Варнашем их всего 4. Соционика просто пошла дальше, немножко расширила все на 16. 4 на 4 дает 16. Вот вам и соционика. Мы об этом будем очень глубоко говорить чуть-чуть позже. Сейчас я хочу по большей части процитировать некоторые источники, буквально цитаты из Бхагавадгиты, из разных Пуран, где уже еще в древние-древние времена говорилось о делении человека на 4 сословия. То есть, изначальная типология, да? То есть, древнее текстов нет, которые бы делили человека на какие-то типы. Вот. Например, в законах Ману, это законы первого человека, Ман это Манас, Ум, и вот первого человека, согласно ведом, называют Ману. В законах Ману, у него были свои законы, он поделил людей на, вот все человечество, на уста, руки, бедра и ступни. То есть, там это уже есть. То есть, браманы, учителя, это уста общества, руководители, это руки общества, то есть, руководить. Потом предприниматели, это живот общества, это переваривание ресурсов. И шудра, это те, на ком вообще все стоит. То есть, на ком мы можем, на чем вообще стоит этот мир, на чем он строится, можно сказать. Например, цитата из Бхагавадгиты. Бхагавадгиты, это часть Махабхараты, где описывается поле битвы Кругшетры и диалог Господа и его преданного. 18.41 текст. Браманов, Кшатриев, Вайшев и Шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует трем гуннам материальной природы, о покоритель врагов. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, вот наука предназначения, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня, это Бог говорит, сейчас, сейчас я расскажу тебе, как это сделать. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех живых существ. Лучше, вот сейчас вообще знаменитейшая фраза, ключевая, мудрейшая. Лучше исполнять свои обязанности, ключевое слово, наверное, свои. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлечет на себя греха. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. То есть, это как раз о том, что когда мы находим предназначение, это не означает, что все теперь коту-масленица. Ну, типа все, о, вот я ж там все, я ж там Есенин, значит, короче, можно расслабляться, да? Наоборот, когда человек узнает свое предназначение, он попадает в поле своей деятельности, в поле знакомств с теми людьми, которые побуждают его к деятельности и к действиям. Пока человек не нашел своего предназначения, на лицо присутствуют факторы лени, отсутствует вдохновение, перемены настроения. Вот это, ну, с настроением бывает всяко, но вот лень и нет вдохновения, причина всего одна. Ну, я просто в этом уверен, стою на этом железобетонно. Что если человек знает, зачем он, то вообще вопрос лени просто, ну, никогда не бывает. Бывает только такое, что физическая потеря сил, да? Ну, перепахал где-то, надо отдохнуть физически или психологически, ты просто устал. Но усталость – это не невдохновение, и усталость – это не лень. Это, ну, разные штуки. Поэтому предназначение реально убивает просто вот эти проблемы с отсутствием вдохновения и ленью. О, Ржуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, сосредоточенным, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги, так ты раскроешь в себе желание достичь меня. То есть, он написывает, типа, высший, высший, высший пилотаж йоги. Но дальше он говорит, но если уж ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. То есть, он говорит, ладно, если ты не можешь с утра до вечера сидеть в медитации, ты можешь трудиться, делать то, что тебе понятно. Да? То есть, это может быть любая работа вообще там, хоть автомойщиком, неважно, любая работа. Просто с мыслью о боге, и это превращается в йогу. Ну, то есть, мне очень захотелось процитировать эти тексты, показывая, что вопрос предназначения и какого-то там типирования, это вопрос не какого-то там типирования. Дело в том, что когда человек приближается к своей природе, начинает следовать ей в полной мере или близко к полной мере, он начинает совершать йогу. Любой человек, который включается в свое дело по-настоящему, он не может его сделать паршиво. У него просто такая опция, ну, отключается все по умолчанию. Сделать плохо, галочка снята и таким серым закрашена. Нажать невозможно. Ну, как бы сделать плохо не получается, потому что всегда хочется лучше, лучше, лучше. Я даже не буду называть, кого именно я смотрел, может быть, кто-то догадается. В общем, есть крутые предприниматели, которые учат других становиться крутыми предпринимателями. И лет пять назад я смотрел их видео, и там, в принципе, было чему поучиться, но там налицо был такой именно коммерческий дух, вот было пополам, непонятно, он то ли заработать хочет больше на этом семинаре, который ты сейчас платишь и смотришь, то ли он все-таки знания тебе хочет дать. Вроде и знания там есть, но вроде и заработать хочет. Ну, вот прямо вот, ну, видно, вот 50-50. Сейчас они очень круто выросли, и я смотрю их семинары, и я вижу, что у них вот эта галочка уже все, она уже там, ну, все, заработать там уже нет. Они настолько сильно почувствовали свое предназначение, что сейчас чуть ли не в каждой их лекции, чуть ли не в каждой, что-то доесть о любви, что-то о бескорыстии, что-то о самопожертвовании, и ты такой, блин. Ну, то есть, они что-то поняли, они поняли, что это гораздо более ценное, чем вот, ну, заработок, больше, чем деньги. То есть, они реально зажили своим предназначением, и это как раз индикатор, это как хороший пример того, когда человек понял свое предназначение, и дальше оно само его поменяло. То есть, похоже, эти ребята особо не жили в монастыре эти пять лет, да? Они не ходили там, не занимались какой-то раджа-йогой в Индии. Нет, они колбасили вот по теме предпринимательства все это время, по большей части. Но они что-то понимали прямо в процессе своего простого дела вот этого. То есть, там не было йоги в прямом смысле слова, там было предпринимательство, но они поменялись, у них сердце вообще другое сейчас. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Ну, типа, делай, что должно и будь, что будет. Орден тамплиеров вроде изобрел это высказываем. Орджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой. Видите, то есть, йога это не обязательно про последовательность асан, про пранаямы, про какую-то технику. Выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение называют йогой. Все очень просто. Парням актуально. Даришь девушке букет И не обязательно это ее порадует прям сильно. Ну, как это? Ты можешь подарить ей автомобиль, на следующий день букет, у нее всегда ставится галочка плюс один, плюс один. Это не то, что автомобиль плюс 20 баллов, а букет плюс один балл. Нет, ну так, еще один знак внимания, хорошо. Что, дом теперь? Дом подарю. Окей. И мужчина должен так, невозмутимо. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. Я как-то спросил у одного мудрого человека, почему же опасно следовать чужому предназначению. Ну, то есть, именно такое слово применено, как опасно. Ну, как бы, в чем опасность? Ну, я просто делаю чужую работу, это же, типа, хорошо, это альтруизм. Что и место занимаешь? Ну, так, вот непонятно, почему опасно. Я поспрашивал, он говорит, ну, он привел такую аналогию, что просто человек это как стрела. И мы просто, у нас у каждой стрелы есть какая-то своя цель. И если мы летим к чужой цели, то в итоге просто вся жизнь утеряна. То есть, все, что есть, то есть, мы же всегда в движении, мы как стрела, мы постоянно летим, нет момента, когда мы где-то залежались, а потом кто-то нас еще подбросил. Вот прямо сейчас мы, каждый из вас, мы сейчас, мы вот прямо сейчас летим все. И просто вопрос, куда мы прилетим, если мы будем следовать чужим целям. То есть, у нас там наш курс задан изначально с рождения Мадрид, а мы летим там куда-нибудь там в Барселону. Ну, и как бы все. То есть, вся жизнь в итоге, мы летели всю жизнь в Барселону. Вот это может быть совсем не про нас. Я шел в метро, и когда люди в потоке находятся, все куда-то движутся к экскалаторам, да, там чаще всего, больше всего людей. Когда человек запинается и не знает, куда ему идти, пешочком или ехать, да, он запинается или поворачивается, вдруг смотрит на табличку, туда ли я вообще иду, или театральная там и переход там. То, как бы, для него, в частности, это не проблема. Он тратит только свое время жизни. Но он при этом, он мешает другим. То есть, человек, который не знает, куда ему идти, он не может не помешать другим. Вот так мы устроены, что если мы не знаем, чего мы хотим, мы доставляем другим очень много беспокойств. Поэтому сейчас жирными буквам, курсивам 24 кегли на белом фоне говорю, что соционика, варнашема – это горизонтальная система социальных связей. Это не вертикаль. Это не то, что браманы самые крутые, шудры плохие. Это вот так. Вот. И это вот такой цикл. То есть, это не вертикаль. Это не то, что кто-то лучший. Альфир Сиддиков сделал типологию, в которых браманы – это нервная система организма, кшатрии, то есть, руководители – это сердечно-сосудистая система, предприниматели – это пищеварительная система, и рабочие, мастера или шудры – это опорно-двигательный аппарат. Вот. Ну, то есть, мне вот так даже больше нравится. То есть, тема, она такая скользкая, но я бы на ней просто поставил жирную точку просто одним тем фактом, что мы все равны. То есть, ну, это даже не обсуждается. Это нормально. Потому что в ведическом обществе тоже были все равны. Но сейчас у нас с этим проблемы.